Здравствуйте дорогие друзья! С вами вновь Зося и на сегодняшнем уроке мы с вами поговорим об инструменте штамп. Создаем новый документ, файл создать. 600 на 500 пикселей, окей, на белом фоне. Замочек снимаем, два раза щелкаем левой мышкой, окей, нажали. Теперь переходим на изображение с цветком, на прозрачном фоне должно быть. Выбираем инструмент, активный, проверили, все правильно, настройки. Здесь поставим режим нормальный. И зажимаем Alt и щелкаем по нашему инструменту левой мышкой. И смотрим. Как видите он у меня скопировался. Для этого кисть должна быть размером большая, довольно таки, по нашему цветку. И здесь посередине щелкнув он у нас как бы сфотографировался. Переходим на основной слой. Как видите, вот он у меня здесь появился. Я сейчас щелкаю по документу и он отпечатался. Видите? Если я нажму вот на этот квадратик, у меня выскочит вот такое окошечко, где написано источник клонов. Если я буду менять ширину и высоту, то у меня мой штамп будет меняться. Если я нажму вот так или вот здесь. Видите? У меня мой цветок повернулся в обратную сторону. Вот я могу щелкнуть по документу и он у меня будет как бы отразился по горизонтали. Если я изменю поворот угла, вот здесь и поставлю 90 градусов, то и соответственно мой цветок тоже повернется. Как видите, я его повернула вверх и щелкаю по моему документу. Вот такой узор можно делать с помощью инструмента штамп. Также мы можем взять и другой цветок. Допустим, этот. Инструмент штамп. Также. Это мы сбрасываем. Закроем. Выбираем. Нажимаем Alt. И щелкаем по нашему документу. И видите, цветочек у меня скопировался. Снова перехожу на прозрачный фон. И вот здесь я могу прилепить мой цветок или гугл. Таким образом можно рисовать любую картину с помощью цветов и с помощью нашего клона. На этом урок закончен. Всего хорошего. С вами была Зося. Продолжение следует...